Здравствуйте, уважаемые зрители телеканала Десна ТВ. С вами Любовь Мишакова. Ближайшие 10 минут о главных событиях города и области. Смотрите в информационном выпуске. Где наше учреждение единственное, мы медицинское. Мы должны в этом городе обеспечить достойную помощь помощи. Проблемы медсанчасти будут решать сообща. На повестке дня у нас сегодня три вопроса. Предлагаю приступить к первому. Заседание городской межведомственной комиссии. Всероссийская акция «Свеча памяти». Я писал, как я провел лагерь, как мне нравится этот вид спорта, баскетбол. Вручены награды за лучшие сочинения. А теперь об этих и других событиях подробнее. Региональные парламентарии на заседании Комитета по законности и правопорядку поддержали проект федерального закона, который повышает административную ответственность за отказ пропустить неотложку на дороге. Согласно обсуждаемым поправкам, водитель, не предоставивший преимущества автомобилю скоро исключенным синим проблесковым маячком, будет оштрафован на 30 тысяч рублей, а также лишится права управления автомобилем на срок от полутора до двух лет. В настоящее время административная ответственность предусматривает штраф в размере 500 рублей или лишение прав на срок от одного до трех месяцев. Жители области, воспитывающие трех и более детей, могут бесплатно получить в собственность для индивидуального жилищного строительства земельный участок на территории опережающего социально-экономического развития в городе Дорогобуш. Соответствующий проект регионального закона рассмотрели на заседании Комитета Смоленской областной думы по имущественным и земельным отношениям природопользования. Определены и размеры земельных участков только для этой экономической зоны развития. Минимально 8 соток, максимально 15. Медико-санитарная часть 135 в Десногорске – единственное лечебное учреждение, которое обслуживает не только работников атомной станции, но и жителей нашего города. В последнее время в клинике накопилось много проблем как экономического, так и бытового характера, с которыми медперсонал в одиночку справиться не может. О том, кто пришел медикам на помощь, мы расскажем в нашем сюжете. 19 июня в администрации города прошло совещание по вопросам, связанным с проблемами здравоохранения. В совещании принимали участие представители концерна «Русатом», ФМБА России, Департамента Смоленской области по здравоохранению, руководство муниципалитета и медсанчасти 135. Основанием для встречи стали обращения десногорцев, которые требуют незамедлительного ответа как от руководителей МЗЧ 135, так и города. В своем докладе начальник медсанчасти отметил, что плюсами в работе медицинского персонала можно считать высокую квалификацию врачей и то, что в нашей больнице отсутствуют случаи, когда пациента оставили без медицинской помощи. С 2014 года проблемы остаются те же, но продолжают расти. Количество должностей по законодательству растет, при этом численность персонала не увеличивается, что говорит о повышении нагрузки на врачей за счет совмещений. Трудно привлекаются в нашу медсанчасть молодые кадры. Кроме невысокой зарплаты есть еще проблемы с жильем для молодых специалистов. Глава города Андрей Шубин отметил, что руководство муниципалитета совместно с медсанчастью старается решить эту проблему за счет предоставления служебного жилья. А поскольку МСЧ-135 относится к федеральному агентству, на них не распространяются региональные выплаты, как в других больницах области. При этом Смоленская атомная станция является одним из основных наполнителей областного бюджета, а ее персонал требует качественного медицинского обслуживания. По поводу вот этих выплат, в МПРС я обратилась в СССР с просьбой о распространении направлений сельский доктор, земский доктор, на врачей федеральных учреждений, расположенных в закрытых городах и в городах ЗАТО. Мы говорим о конкретных 20 городах. Мы не хотим это распространять там на всю страну, потому что в других городах, наверное, нет такой остроты, где наше учреждение единственное, но это медицинское. Мы должны в этом городе обеспечить достойную помощь атомщикам. И мы с этим предложением вышли. Сейчас этот вопрос рассматривается в СССР. Если техническое оснащение медсанчасти остается на высоком уровне, то некоторые помещения требуют капитального ремонта, а это немалые вложения. На совещании было принято решение составить дорожную карту по улучшению качества медицинского обслуживания, учитывая все предложения, которые поступили в процессе дискуссии. Такие совместные меры и решения должны обязательно принести положительный результат. Декларационная кампания 2017 года проходит интенсивно. Налоговая служба Смоленской области отмечает высокую активность граждан в этой сфере по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. С начала текущего года в налоговые органы Смоленщины подано свыше 55 тысяч деклараций от физических лиц. Индивидуальными предпринимателями подано 3 тысячи деклараций. Представители налоговой службы напоминают предпринимателям о замене контрольно-кассовой техники. В соответствии с изменениями в федеральном законе 1 июля должна быть произведена полная замена кассовых аппаратов на новые, оснащенные специальными фискальными накопителями. Они будут собирать данные по кассовым расчетам и отправлять их в режиме онлайн в налоговые органы. 22 июня состоялось очередное заседание межведомственной комиссии при администрации муниципального образования город Десногорск Смоленской области. Все подробности далее. Члены комиссии рассмотрели возможности увеличения поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета Смоленской области и нашего муниципального образования. Повестка дня состояла из трех вопросов. Федеральная налоговая служба представила списки налогоплательщиков, которые выплачивали заработную плату своим работникам ниже установленного минимального размера за 2015 и 2016 годы. Тем руководителям, которые на заседание комиссии не явились, решено было направить повторные приглашения. А на тех, кто не пришел на комиссию после повторного приглашения, собранные материалы будут переданы в надзорные органы. Кроме того, были рассмотрены предприятия и индивидуальные предприниматели, которые имеют задолженность по налоговым платежам. Минимальная сумма задолженности – 155,45 рубля, максимальная – 53 191,08 рубля. И в завершении заседания члены комиссии рассмотрели организации по вопросу выявления фактов легализации неформальной занятости. Данные были предоставлены также Федеральной налоговой службой. Поскольку никто из руководителей этих организаций на комиссию не пришел, решено было направить им повторные приглашения на следующее заседание. Смоленские таможенники в приграничном районе области задержали две белорусские фуры, на которых пытались везти в Россию 40 тонн польских яблок без каких-либо сопроводительных документов. Согласно действующему законодательству данный товар запрещен к ВОЗу в Российскую Федерацию и подлежит уничтожению. На территории Десногорска, как и по всей России, продолжается весенняя призывная кампания. За это время вызовы на медицинскую комиссию получили более ста десногорцев. Только 80% получили решение о пригодности для прохождения службы в рядах Российской Армии. 23% освобождены от призыва по состоянию здоровья или получили отсрочки для продолжения образования. Семь выпускников десногорских школ решили стать военными. Два выпускника ДЭКа отправятся на службу по контракту. Кроме того, продолжается набор на обучение по военно-учетным специальностям в ДСАФ. 22 июня 1941 года на расцвете войска фашистской Германии без объявления войны напали на Советский Союз. Началась Великая Отечественная война, изменившая миллионы судеб и унёсшая миллионы жизней. В День памяти и скорби в Десногорске прошла всероссийская акция «Свеча памяти». 21 июня на открытой городской эстраде творческие коллективы городского центра досуга подготовили ретро-вечер. «Завтра была война». Звучали военные песни и демонстрировались инсценировки из известных художественных произведений. «Стой, стой, стой, немцев идём ловить, не рыбу всё-таки. Так, чтобы хоть стрелять умели, что ли?» «Умеют». «А, вот ещё, немецкий знает кто?» «Я знаю». «Что я? Что значит «я»? Докладывать надо». «Боец Гурович». «Так, как по-эхнему будет руки вверх?» «Хэнде хох». «Верно». Военные гимнастёрки, тонко подобранные костюмы и декорации – всё это было трогательно. Завершилось мероприятие «Минутой молчания» и всероссийской акции «Свеча памяти». Из зажжённых свечей дисногорцы на земле выложили слова «Мы помним». Никто из присутствующих в этот вечер на площади не остался в стороне. Продолжилась акция 22 июня. В этот день в окнах квартир зажглись свечи памяти по погибшим в Великую Отечественную войну. Комиссия по награждениям администрации Десногорска принимает документы от предприятий, учреждений, организаций, представителей общественных объединений и отдельных граждан для рассмотрения кандидатур для занесения на городскую доску почёта. С порядком выдвижения можно ознакомиться на официальном сайте администрации. 24 июня молодёжь Десногорска отметит свой день. Праздничные мероприятия начнутся в 18 часов на городском пляже. В программе «Праздник красок», выступления известных диджеев, кавер-группы «Кабачки» и многое другое. Юные баскетболисты Десногорска, которые принимали участие в сборах, в санатории-профилактории «Лесная поляна» Смоленской АЭС, написали о своих учебных буднях сочинения. Те, кто лучше всех смог описать свой отдых в санатории, получили награды. В учебно-тренировочных сборах, которые организовало руководство Смоленской АЭС, принимали участие 35 юных воспитанников из Центра спортивной подготовки «Динамо-Русатом». По завершению пребывания спортсменов в лагере, ребятам предложили написать сочинения об их отдыхе в профилактории. Участие в конкурсе сочинений «Летняя школа баскетбола» приняли всего 17 ребят. Я писал, как я провел лагерь, как мне нравится этот вид спорта, баскетбол, и как я к нему отношусь. Идея организовать подобный конкурс принадлежит сотрудникам Управления информацией и общественных связей Смоленской АЭС. Это уже инициатива Управления информацией и общественных связей Смоленской АЭС написать такое сочинение. А что вам понравилось в этом лагере? А что вы вообще знаете о баскетболе, об АЭС? Ну и вот, в общем-то, все те эмоции, которые у них были, они положили на бумагу, ну и потом, конечно, мы оценивали. А что же интересно там было? Критерии свои тоже были. Работы ребят рассматривали специальной комиссией по трём возрастным группам. Все юные спортсмены за участие в конкурсе были отмечены дипломами и получили памятные подарки от Смоленской атомной станции. И в заключении о спорте. 19 июня в Словакии завершились чемпионат и первенство Европы по восточному боевому единоборству СИТО-РЮ. Участниками состязаний стали около 500 спортсменов из десятка государств. Смоляне не затерялись на этих престижных стартах и привезли на родину пять медалей – одно серебро и четыре бронзы. И это всё, о чём мы хотели рассказать вам сегодня. С этими и другими новостями вы можете ознакомиться на сайте нашего телеканала disna.defis.tv.ru Благодарю за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова